Лаура, добрый вечер. Сегодня мы поднимаем вопрос прожиточного минимума в Казахстане и тех, кто находится за его чертой. А таковых, если верить официальной статистике, больше 5%. А если ссылаться на данные международных организаций, то этот показатель в разы выше. Так или иначе, казахстанцев, сводящих концы с концами, больше миллиона. И сегодня постараемся понять, что предпринимает правительство для борьбы с бедностью. Меня зовут Сергей Гергель, в прямом эфире ток-шоу «Итоги». И мы начинаем. 22 декабря 1992 года Генеральная Ассамблея объявила 17 октября международным днем борьбы за ликвидацию нищеты. С тех пор минуло больше трех десятилетий, но мир так и не смог полностью искоренить бедность. Несмотря на то, что уровень жизни в Казахстане за эти десятилетия вырос значительно, но и у нас эта проблема полностью не решена. Согласно официальным данным статистиков, по уровню жизни населения за второй квартал 2023 года численность казахстанцев, находящихся за чертой бедности, выросла и превысила 1 миллион человек. А это плюс 4,6%. Тем не менее, международные организации заявляют, что эта цифра сильно занижена и за чертой бедности находится как минимум 3 миллиона казахстанцев. То есть, по их мнению, практически каждый шестой гражданин страны нищий. Давайте разбираться, где есть истина и какие данные более реально описывают положение дел в Казахстане, а также попытаемся понять, какие шаги предпринимают для борьбы с бедностью в нашем правительстве. Как всегда, обсудим все это с экспертами. Сегодня у нас в гостях Ирина Смирнова, депутат мажориста парламента Казахстана, Ануар Нуртазин, экономист, Талгат Калиев, директор Института прикладных этнополитических исследований. Вам добрый вечер, добро пожаловать в нашу студию. Добрый вечер. С нами также на онлайн-связи находится Куаныш Жаиков, а также Аралим Ибраева, Куаныш Жаиков, экономист. Аралим Ибраева, главный эксперт департамента труда и социального партнерства Министерства труда, социальной защиты и населения Казахстана, а также Жабагина Агалия, заместитель директора департамента социальной помощи того же Министерства Казахстана. Вам тоже добрый вечер. Как слышите? Слышим замечательно. Спасибо. Слышим хорошо. Мы вас тоже слышим и видим. Замечательно. Спасибо вам, что присоединились к нашей программе. Вначале предлагаю нам немного наглядной информации. Согласно данным бюро нацстатистики, во втором квартале этого года количество домашних хозяйств, имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума, достигло 178 тысяч. Это почти на 9,5% больше, чем было год назад. Численность казахстанцев, находящихся за чертой бедности, также выросла на 5% и достигла 1 миллиона человек. За последние 5 лет показатели выше были только в пандемийном 2020-м, когда в Казахстане, как и во многих странах мира, действовал локдаун. В региональном разрезе больше всего домохозяйств с доходами ниже прожиточного минимума приходится на Туркестанскую область, больше 27 тысяч. Меньше всего домохозяйств с доходами ниже прожиточного минимума отмечаются в области Улытау, около полутора тысяч. Также от Ираусской и Восточно-Казахстанской областях. Отмечу, что большая часть бедного населения – это многодетные семьи. Из миллиона человек, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, 84% проживают в домохозяйствах, состоящих из пяти и более лиц. Господа эксперты, давайте все-таки дадим точное определение тех, кого считают в Казахстане бедными. Кто сможет это? Вы знаете, если говорить вот так прямо открыто, во-первых, успехи статистики зачастую не гарантируют, и даже не гарантировали ни одной стране, что она станет богатой. Это во-первых. Нет, давайте определение сначала дадим. Если мы говорим про определение, про бедность, то здесь, безусловно, казахстанское определение, наверное, не самое верное, потому что есть международные стандарты, в том числе, которые были приняты еще в 2017 году, тот же ООН, где в среднем считается 2 доллара 15 центов на человека в день. Это именно тот порог крайней нищеты. Соответственно, если мы берем, как вы сказали, многодетные, но я с этим не соглашусь, что это многодетные, если пять человек в семье, это папа, мама, это ребенка, это так называемая нормальная стандартная семья, на нее из расчета, соответственно, на 5 человек 30 дней и 2,15, и умножим на текущий курс 480 тенге, и это, соответственно, получается 155 тысяч тенге в месяц. И, разумеется, если один родитель сидит с детьми, то второй должен работать. И, соответственно, по всем международным стандартам, у нас минимальная зарплата на сегодня должна быть 155 тысяч тенге в месяц. И это коррелирует, кстати, с тем же вторым показателем, который говорит о том, что средняя зарплата должна быть, как минимум, в два раза больше, минимальной. И, соответственно, если у нас средняя зарплата... Амур, правильно ли я понимаю, что все те, кто получают меньше 155 тысяч, бедные люди у нас? По международным стандартам абсолютно верно. И еще здесь следует особенно отметить, что стандарты Казахстана, к сожалению, 70 тысяч тенге в месяц, фактически это порог так называемого физиологического выживания. К сожалению... 70 тысяч – это минимальная заработная плата. Минимальная заработная плата. Прожиточный минимум – это немножко другое. Прожиточный минимум – это да. Нет, 85 со следующего года. Прожиточный минимум у нас еще меньше, на самом деле. 62 500 же? Ну, если посмотреть на Всемирный банк, на его расчеты, то бедность наступает, если человек получает чуть менее 7 долларов в день. То есть, если это в месяц, получается 200 с небольшим долларов. И если мы возьмем... Получает или доход на каждого члена семьи 210 долларов? Доход на каждого члена семьи должен быть 210 долларов примерно, да? Вот тогда это уже выше бедности. Если ниже, то это бедность. Вопрос еще в том, какая доля затрат на продукты питания в ежемесячном доходе человека. У нас это достаточно высокая доля. Плюс ко всему, у нас большое количество людей сейчас пользуется Каспий Голд для... Просто рублей зли. И я эту статистику хотел получить у Каспий Банка, но они, ссылаясь на банковскую тайну, не дают ее. Хотя я прошу просто количественные показатели. Сколько держателей карточек и кто из них пользуется ими в супермаркете. И все-таки, вот мы сейчас запутались, кто у нас считается бедным? То есть, вот конкретно вот... Бедным считаются те, кто недополучают до прожиточного минимума и, соответственно, рассчитывают на адресную социальную помощь, которая на сегодняшний день составляет в районе 12 тысяч тенге на человека. Ну, хорошо, тогда я скажу, что у нас считается за чертой бедности те, кто получает менее 40 тысяч 500 тенге в этом году. Это прожиточный минимум, официальный прожиточный минимум. Хотел от вас добиться, но как-то я не услышал. Хотя, может быть, наши спикеры на онлайн-связях что-то не расскажет. Здравствуйте, можно, да? Да, да, да. Галия Жабарин, Министерство труда и социальной защиты. Сегодня, согласно национальному законодательству, малообеспеченная семья считается гражданами, которые получают адресную социальную помощь. Адресная социальная помощь, она назначается в случае, если среднедушевой доход семьи ниже установленной черты бедности. Черта бедность на сегодняшний день в Казахстане это 70% от прожиточного минимума. Следует отметить, вот вы проговорили про индикатор, доля населения с заходами ниже прожиточного минимума, которая вот по данным Бюро национальной статистики на сегодняшний день составляет 5,2%. Но при введении данной помощи, а именно государственной адресной социальной помощи, в 2001 году данный показатель составлял 46,7% всего населения. То есть я не совсем понимаю. Не на человека, а на семью, да? То есть получается 50% у нас живут за чертой бедности или как? Я правильно вас понял? Нет, нет. При введении адресной социальной помощи, это было в 2001 году, то есть я сравнительные данные сейчас проговариваю, что в 2001 году это составлял такой показатель. На сегодняшний день этот показатель составляет 5,2%, как вы проговорили. Сегодня адресную социальную помощь за 9 месяцев этого года получает порядка 180 тысяч семей. Ой, 180 тысяч семей. В них проживает 165 тысяч человек. Сколько, сколько? По сравнению с 2022 годом... Галия, Галия, еще раз повторяю. Сколько это человек? 565 тысяч, я правильно вас понял? 565 тысяч человек, да? 107 или 8 тысяч семей. 178 тысяч? Вот сравнение с... А сколько подают заявки? 178 тысяч, вы хотели сказать? Нет, нет, нет. 107,8 тысяч семей. Ага. 107 тысяч... 832, если быть точным. А сколько подают заявки и не получают? Ну вот, смотрите, возвращаясь к цифрам... Возвращаясь к цифрам, все-таки, вот давайте... То, что я ранее озвучил, эксперты Всемирного банка говорят о том, что показатель в 5%, даже 5,2% существенно занижен. И приводят свою статистику. Они говорят, что там 15,5% населения Казахстана находится за чертой бедности. Вот кому верить? Ну, я думаю, что 5,8% доли населения с доходом ниже прожиточного минимума у нас на сегодняшний день рассчитывает в первую национальной статистике. И тот факт, что адресную социальную помощь получают даже рассчитавшие ниже количество людей, то есть эти данные на сегодняшний день можно считать достоверными. Ну, смотрите, вот сейчас у нас уже опять не бьется с вами цифра. То есть даже вот не нужно быть совсем там 5,7-5 во лбу математиком, чтобы понять, что 5% это минимум миллион. Ну... А вы говорите, 565 тысяч человек. 107 тысяч 832. Нет, нет, извините. Вот в год данный бюро национальной статистики, как вы уже говорили, это 5,2% дохода населения проживает ниже, имеют доход ниже прожиточного минимума. А почему-то АСП получает только 1,560 тысяч? Можно такой вопрос. Смотрите, то есть бедность мы считаем 70% от пожиточного минимума. Если сегодняшний прожиточный минимум составит 40 500 тенге, то, соответственно, 70% от этой суммы, это 28 тысяч тенге получается в месяц. Это мы верно сейчас понимаем статистику. Можно, да, проговорить вот здесь. При назначении адресной социальной помощи учитывается региональный прожиточный минимум, который исчисляется органами статистики ежеквартально. То есть на сегодняшний день, если даже смотреть, то размер прожиточного минимума на третий квартал составил 51 710 тенге. Из этого уже 70%. В среднем по республике это 36 тысяч тенге. То есть при назначении адресной социальной помощи мы учитываем прожиточный минимум, который ежеквартально обновляется органами статистики. Ну вот смотрите, опять не бьет, потому что международные организации заявили, что у нас миллион детей в бедности. Только детей. Миллион детей. Никто не опроверг эту информацию. Этому есть доказательства и так далее. По исследованиям Всемирного банка 23% наших граждан самоиндифицировали себя как бедные люди. То есть вот эти цифры, которые сейчас говорит государственный орган, они не соответствуют действительности. Нет, ну а тогда кому верить? Можно прокомментировать касательно данных Всемирного банка. Да, когда эти данные были объявлены и были опубликованы, нами проработано со Всемирным банком, мы попросили их предоставить качественные данные по этим людям, чтобы мы могли адресно у каждого человека проработать. Если действительно на сегодняшний день у нас получают 565 тысяч человек, то где же остальные люди, чтобы мы могли, органы соцзащиты могли точно проработать с ними. Однако Всемирным банкам эти данные нам не были представлены. То есть качественно показать, кто именно. А учитывается ли при определении бедности кредитная нагрузка? Нет. При нас считается доходом, кстати. Закономерно же было бы, по идее, на вычета относить те же самые обслуживания по ипотеке единственной квартиры. Нет, тут получается, разумеется, было бы логично, но по факту статистика у нас сложилась именно в той методологии, чтобы цифры у нас были не слишком, так сказать, большими, в том числе по бедности. Вся разница в том, что опять-таки разные методологии расчета, вот как мы только что приводили, если говорить из международных стандартов, то та же минимальная зарплата считается 155 тысяч тенге. И, соответственно, у нас минимальную зарплату получают около 2 миллионов человек в Казахстане из послания главы государства от 1 сентября. Соответственно, эти 2 миллиона человек уже автоматически попадают в стандартных Всемирного банка и ООН в категорию бедных людей. Это первое. Второе, здесь нужно понимать, что меня больше удивляет, это то, что наше родное министерство, так сказать, просит информацию от Всемирного банка. Так сказать, при этом обладает достаточно высоким простором для сбора полной экономической информации по благосостоянию граждан внутри страны. Тем более, с учетом того, что у нас есть в целом агентство по финрегулированию, мы уже сегодня можем видеть прозрачно практически весь финансовый денежный поток, в том числе в системе тех же моментальных банковских, так называемых, платежей, которые суперпопулярны у нас в стране. Соответственно, проблем здесь вообще, в принципе, не должно возникать. Мы должны просто приводить статистику со всеми международными стандартами. Проблема еще в чем заключается? В принципе, проанализировать это можно. В чем еще заключается проблема в Казахстане? Можно прокомментировать? Наверное, здесь я свою мысль не до конца довела. Мы просили Всемирный банк предоставить качественные данные для того, чтобы проработать. Но я хотела бы отметить, что у нас есть правая карта синие, который с прошлого года, с 1 сентября, введен в пилотный режим. С текущего года он полностью уже работает законодательно. Все данные, нормативные правовые акты все приняты. И государственные органы в сфере социально-трудовой защиты, они проактивно оказываются по данным с правой карты СИМИ. Здесь прозрачно мы, вот у нас более 6 миллионов тысяч населения, 7, более 19 тысяч населения есть. Мы этих людей по цифровой карте видим. Единственное, вот с бюро на той, со Всемирного банка мы просили информацию, так как их данные, которые они предоставили, что практически 20% населения проживают за чертой бедности, чтобы перепроверить. Однако я вот говорю, что данные не были предоставлены. А что нам мешает привести нашу методологию в соответствии с теми стандартами ООН? Кого мы сейчас обманываем? Что мы теряем от того, что мы честно признаем проблему? И увидим правду, да, и начнем ее как-то решать, вот эту проблему. Ну, мы все знаем, что с 1 июля текущего года вступила в силу социальный кодекс. И в рамках социального кодекса с 2025 года мы переходим на определение черты бедности в кратности от медианного дохода. То есть медианный доход, он сейчас используется во всех странах Евросоюза. И на сегодня мы ведем работу в данном направлении. Наверное, вы спросите, почему же с 2025 года, а не с сегодняшнего года. На сегодня Бюро национальной статистики рассчитывает медианный доход, величину медианного дохода ежегодно. Для назначения адресной социальной помощи мы используем ежеквартальные данные, которые учитываются, учитывая нынешнюю актуальную изменение дохода. Это два года будем ждать, пока они сподобятся. Чтобы сразу не шокировать нас. Давайте мы послушаем... На сегодняшний день проводится работа. Это говорится о том, что государственный орган не стоит на одном месте. Мы сегодня идем к этому. Это требует межведомственного взаимодействия. Да, но надо быстро, наверное, идти, пока не погибли те, кто в бедности. Давайте мы... Куаныша послушаем еще. Куаныш, вы как прокомментируете? Да, спасибо за предоставленное слово. Давайте исходить из вопроса. Первое. Никто сейчас ни в этой аудитории, ни потом не ответит на вопрос, сколько в Казахстане есть бедных. Почему? Очень просто. И Всемирные банки, и все специалисты, которые сейчас говорят на проблему бедности, пользуются одним-единственным источником статистики. Это опросная статистика 12 тысяч домохозяйств. Каждое 500 домохозяйство опрашивается в стране, как они выбраны и так далее, это совершенно другой вопрос. Вот собирается вот этот статистический пул, и мы сейчас все дискутируем, включая Всемирный банк, цифры из этих данных. Мы ее перепроверяли. Расхождение с макроэкономическими цифрами по доходам населения достигает двух раз. Я не склонен верить этой статистике. Это раз. В соответствии с этой статистикой до 5%. Ее ведет не Минтруда, ее ведет Бюро национальной статистики. Поэтому мы сейчас не ответим на этот вопрос. И Всемирный банк тоже не даст цифры эти, потому что у него нет такой детализации. Нет своей социологии. Это бесполезно. Это первое. Второе. Привязываться к конкретным цифрам дохода я бы не стал. Потому что я согласен с первым спикером про то, что очень много зависит от контекста. Вы можете зарабатывать 500 тысяч тенге, но если у вас нет собственного жилья, вы живете где-нибудь в Мангустал, где цены очень высокие, и у вас четверо-пять детей, и мать не работает условно, 500 тысяч тенге не хватит. То есть если вы одинокая пенсионерка, которая живет в Петропавловске, и у вас есть даже на себя чисто 100 тысяч тенге, вам тоже не хватит. Мать-одиночка с двумя детьми, 150 тысяч тенге в своей квартире тоже не хватит. То есть наличие жилья, которое отнимает значительную часть суммы ежемесячно, количество ежеделенцев детей, старых родителей, ежеделенцев инвалидов и так далее, это все влияет. Поэтому вот так просто, определив какую-то цифру подоходом, мы не решаем эту проблему однозначно. Это раз. То есть нужно все это учитывать в комплексе. Поэтому не туда должен доработать, Куаныш, Куаныш, погодите. Куаныш, погодите. Сейчас не идет речь о том, как здесь решить эту проблему, вот здесь и сейчас. Хотя бы нужно понимать, сколько у нас людей находится реально за чертой бедности. Понимаете, если человек получает ту же зарплату в 500 тысяч тенге, это уже не бедный человек в любом случае. Вот как ни крути. Нет, у нас в этом году еще коммунальные вырастут. У нас опять число бедных вырастет. Смотрите, мы получим ответ на этот вопрос только тогда, когда Минтруда доработает вот эту цифровую карту семьи. И туда все сгрузит. Кто и сколько имеет имущество, автомобили, какие доходы получает и так далее. Только после этого. Ну, допустим, мы получим цифру от 5 до 15%. Хорошо. Тогда станет следующий вопрос. Как решать проблему с бедностью? Понятно, что она не 5%, она больше. Давайте я предлагаю сосредоточиться на этом вопросе, но на него однозначного ответа мы сейчас тоже не найдем. Потому что ставим сразу вопрос, как помогать бедным. А это означает повышать налоги на всех остальных. Ну, или там сейчас придумывают какую-то оптимизацию бюджета. Ну, не давать воровать, может быть. Дальше начинается... Некоторым. Да. Как? Не давать воровать некоторым, может быть. У нас, по-моему, в коррупции большинство денег уходит. У нас фонтальные сдержки у бизнеса и так очень высокие, соответственно, изменения налогов и налогов не приведет. Сейчас интерес повысил. Здесь нужно понять, если мы говорим касательно количества бедных, в действительности у любой методологии есть определенные свои ошибки, погрешности, но в целом той методологии, которую использует Семейный банк, мы склонны более доверять, нежели к нашему бюро национальной статистики, ввиду того, что по тем косвенным показателям они подбиваются. Более того, если мы посмотрим на так называемые данные косвенного характера, те же институты исследований сельского хозяйства, экономики сельского хозяйства США, который приводил еще в 21-м году данные по расходам домохозяйства, в том числе Казахстана, где Казахстан вошел в топ-7 с негативным рейтингом по расходам на продукты питания, которые составляли более 50%, тем самым показав результаты хуже воюющей Украины и подстанционной России и даже Черной Африки. Более того, мы также посмотрим на данные европейских институтов, которые тоже, соответственно, они все друг с другом коррелируют. Они также не берутся ниоткуда-то, они берутся из тех же данных в Бюро национальной статистики и косвенно математически моделируем, рассчитываются. Теперь же, если возвращаться к тому, в чем у нас есть проблема в определении в бедности, у нас есть большая проблема, это в том, что, во-первых, мы не учитываем так называемую нагрузку, в том числе банковскую нагрузку, мы не учитываем нагрузку, которая связана с судебными процессами, это судебные решения, исполнительные производства, которые могут достигать до 50%, а по факту, в рамках того, что система частных судебных исполнителей работает не настолько эффективно, у нас зачастую идут большие вычеты и большие расходы, нежели 50%. Следующая большая проблема, то, что у нас в целом нет гармонизации правовой базы по расчетам экономическим, то есть часть у нас расчетов идет из так называемого прожиточного меню, другая часть расчетов, в том числе по цифровой карте, идет из среднемесячной заработной платки, третий расчеток, например, к вычислению тому же фонду медицинского страхования, идет из медианной зарплаты, а расчеты так называемого вычетов 14 МРП, 882 МРП в налоговом кодексе идет, так сказать, с привязкой к месячным расчетам показателей, соответственно, у нас нет гармонизации в целом системы, и более того, как вы знаете, у нас ввиду в целом межотраслевого широкого дисбаланса по тем же доходам внутри республики, как вы знаете, у нас гастарбайтеры зарабатывают намного больше казахстанцев, к примеру, Питер Фостер зарабатывает миллион долларов, хоккеист из открытых источников Джонсон, по-моему, два с чем-то миллионов долларов, а минимальная зарплата у нас в Казахстане 140 долларов, соответственно, у нас даже налоговая нагрузка на физических лиц, в том числе, когда мы говорим ИПН, если в первом мире у нас на богатых налоговая нагрузка 57% в Швеции, 50% во Франции, то есть до 60% фактически, а на бедных нулевая ставка, то в Казахстане у нас линейная шкала на всех одинаковая, а с учетом так называемых верхних порогов богатые платят в процентном соотношении ниже. Соответственно, у нас предстоит огромнейшая работа в целом полностью пересчитывать всю методологию. Было бы желание хотя бы, вот хотя бы желание к этому было. Сейчас смотрите, получается, то есть у нас можно сказать, что каждый гражданин Казахстана находится, если по такой методологии, который сейчас Ануар привел, то есть все посчитать, все отнять, то есть у нас каждый гражданин находится за чертой бедности, по факту. Нет, потому что все закредитованы. Это абсолютно ложный сигнал, я не понимаю, почему мы сейчас его вообще обсуждаем. Ну вот Ануар высказал свое мнение. Хорошо. Хорошо. У него это мнение, у других людей мнение абсолютно другое. Нет, хорошо, ладно. Нет, но нам дали даже цифры, когда 162 человека имеют 50% богатства нашей страны. Это ложная цифра, а уже оправедная. Ну вот и президент сказал. Я не знаю, я верю президенту. Мы все верим президенту. Мы разбирали этот вопрос организации, которая выпущена. сейчас не об этом, сейчас не об этом. Она его уже отменила. Может быть ложная, мы видим вокруг себя бедных, мы видим одного Буанбаева, который... Да, мы видим всех бедных. Почему 108,7 семей имеют низкий доход и 500, сколько там, 6 тысяч получают? 565 тысяч. А при этом миллион тех, кто имеет доход ниже, и все-таки они не получают. Почему вот это число получающих не совпадает с числом тех, кто имеет низкий доход? Смотрите, у нас времени тоже остается очень мало, нужно еще обсудить очень много. Перейдем к другому. Смотрите, вот сейчас поставлена цель Генеральной Ассамблеи ООН к 2030 году достигнуть показателя, то есть искоренить бедность во всем мире. То есть полностью, в любых его проявлениях. Совсем, совсем. Да, то есть это вот такая, я не знаю, утопическая идея или нет, но вот судя по нашей графике, которую мы уже приводили, там из года в год, в принципе, ничего не меняется. То есть вот по двум кварталам первых годов, то есть то, что мы сейчас приводили, примерно около пяти процентов бедность так же остается. Это официальная данная. У нас уже были планы на 2030 год. Вот. И к 2030 году вот в этой связи мы сможем влиться вот эту в мировую тенденцию, что мы сможем побороть или все-таки не сможем это побороть? Нет, но сегодня президент предложил на самом деле действенные и эффективные механизмы, в том числе в рамках послания, стимулирование экономики. В целом мы его поддерживаем. Единственная, конечно, проблема в том, что была не названа конечная общая модель экономического роста, которая будет. Но если исходить из предыдущей сырьевой модели, как мы и говорили ранее, за последние 10 лет, с 2011 по 2021 год рост экономики на душу населения составил минус 13,7%. То есть фактически мы в валюте падаем в последние десятилетия. Хорошо, как ВВП влияет на бедность? Уровень ВВП? А здесь опять-таки, когда мы сравним, это косвенные показатели. На прямую влиять на уровень бедности. На качество жизни может быть. А вот на уровень бедности? На качество жизни будет зависеть от того, насколько будет наполнение внутри экономики и насколько будет верное распределение внутри общества. Чтобы, скажем, общее ВВП влияло, нужно приводить в соответствие тот же налоговый кодекс. То есть более справедливое распределение налоговой нагрузки. Сейчас приведут, не переживайте. Скоро увидим новый налоговый кодекс, который... Ну да, то, что говорил президент, оно совершенно реализуется иначе. Например? Ну, например, налоги, которые сейчас хотят просто повысить. Простым таким путем. С 12 на 16 НДС. Сейчас все в ваших руках. А НДС это опять нагрузка на цены? Да, конечно. Более того... И на каждого из нас. Это опять-таки увеличит количество бедных, потому что вылевшение в НДС на сколько? 30% фактически повышения даст дополнительную нагрузку порядка 100 тысяч тенге практически на каждого казахстанца. Ирина Владимировна, вот завтра вы рассматриваете кодекс налоговый, да? Я правильно же понимаю? То есть как депутат настроенный? За голосовать или все-таки против? Ну, если вот такие подходы, то против. Вот о которых мы говорим. Это вообще будет удушать бизнес, который и так зашел. Ну, а бюджетный кодекс зашел. Тоже там очень много проблем. Плюс у нас еще выросли коммунальные, и мы забываем, что каждая семья, каждое домохозяйство платит коммунальные расходы. И сейчас он будет платить больше. И это опять-таки идет нагрузка на их семейный бюджет, и это тоже не учитывается. Нет, но есть и положительный момент. И сегодня я на сайте закон КИЗ прочитал, что пенсия выросла в октябре на 51 тенге. Ну, видите, как замечательно. Ну, а с следующего года зарплаты, минимальная заработная плата вырастет на 85, до 85 тысяч тенге. То есть 15 тысяч тенге. Вот это как скажется на уровне бедности? Это повышение всего в районе 21 процента. С учетом инфляционного повышения цен на 25 процентов в прошлом году, это будет догоняющий опять-таки. И более того, когда мы говорим о предыдущих расчетах, только что в начале программы, о которой мы говорили, о 155 тысяч тенге, опять-таки это будет в два раза ниже. Разумеется, это шаг положительный, и мы полностью поддерживаем. Но если даже мы сравним, когда глава государства сказал, что это повлияет на 300 тысяч государственных бюджетников фактически, то есть повышение на 15 тысяч тенге, это всего 63 миллиарда тенге. Что такое 63 миллиарда? Это где-то 0,02 где-то процента от доходной части бюджета. Соответственно, это незначительно. Можно было повысить еще выше, тем более, не просто можно было, а нужно было. Это стимулирует том, что все равно... Это делать в ручном режиме. Безусловно. То есть это нужно делать в рамках динамики. Это должно быть автоматически. Вот понимаете, даже если сравнить эти 63 миллиарда тенге, что такое? Например, самолет из открытых источников Airbus, который покупали для предыдущего главы государства, он обошелся вроде бы в 47 миллиардов. То есть с учетом это повышение, это практически один самолет для БКР. Да, государственный. От Куаныш просит слова. Сидим. Да, спасибо. Давайте разделим медных на две группы. Есть те нетрудоспособные, то есть пенсионеры, инвалиды, дети, да, многодетные. Там только прямая денежная поддержка. Я, коллег, здесь поддерживаю. Не нужно придумывать никакие продовольственные карточки и так далее. Дайте денег. Речь будет идти о нескольких триллионах тенге, которые мы, скорее всего, сможем осилить в течение нескольких лет. Вот этот миллиард там, здесь, на воровстве, поймали и так далее. Триллионы тенге. То есть это очень большие программы. Теперь это часть населения. Вторая часть бедных, это люди трудоспособные, которые просто не могут оттуда выбраться вследствие того, что нет нормальной среды. Бедный человек, он сможет получить свои доходы только во многом наемной занятости. Для того, чтобы он там получил свои доходы, нам нужно предпринимательство. И мы, в конце концов, с вами, для того, чтобы миллион человек вытащить из бедности, это масса, нам нужно будет десятки тысяч предпринимателей, которые их наймут и будут плачить нормальную зарплату. Поэтому это мы переходим в плоскость институциональных реформ. Все, что мы сейчас обсуждаем, это перераспределительная повестка. Бедные люди, которые могут работать, не нуждаются в подачках. Им нужны экономические возможности. Институциональные реформы мы благополучно забыли. То есть все, у нас все это ушло на второй план. Не в этой дискуссии, а вообще за последние полгода то, что я наблюдаю, это нужно дальше делать. Верховенство права, конкурентная среда, расчищает Минтруда. Давайте Минтруда тогда послушаем, что они скажут по этому поводу. Галия, Сергей, можно прокомментировать? Да. Касательно вот на сегодняшний день есть 44 вида посол и пенсии, которые выплачиваются населением. 44 вида. Ежегодно на эти выплаты, к примеру, в 2023 году на эти выплаты направлены 4,6 триллиона. По сравнению с прошлым годом, если мы сравним, в прошлом году это было 3,9 триллиона. То есть в этом году бюджет на социальную защиту, именно на пенсии и пособии, на 657 миллиардов больше по сравнению с прошлым годом. То есть на сегодня с учетом всех изменений, с учетом 1 июля у нас были некоторые виды пособий повышены на 14%, в годовом итоговом варианте общей сложности это повышено на 23%. Также касательно по выводу по обеспечению трудоустройства. В 2020 году главой государства было поручено о том, чтобы мотивировать малообеспеченных людей к труду. с этой точки зрения у нас с 2020 года пересмотрено механизм назначения адресной социальной помощи. То есть сейчас есть два вида безусловная денежная помощь, обусловленная денежная помощь. Безусловленная денежная помощь она предоставляется тем семьям, где в составе семьи есть один только трудоспособный член семьи, но при этом у него есть объективные причины и он не может трудоустроиться на работу. Обусловленная денежная помощь уже предоставляется тем семьям, где есть трудоспособный член семьи и он может трудоустроиться на работу. И вот в текущем году если в структуре получателя адресной социальной помощи рассмотреть, у нас 145 тысяч получателей адресной социальной помощи являются трудоспособного возраста, из которых уже 58% уже имеет работу. Можно к вам один вопрос, пожалуйста? У нас вы ведете статистику, подсчет, сколько допустим у нас работает в системе вейпы, у нас в каждом городе огромное количество этих вейпов, сколько человек там занято? Что будет, если мы эти вейпы наконец запретим? Вы как бы ведете вот такую статистику? У нас огромное количество всяких запретов вводится и ничего в ответ не предлагается. Если есть бизнес, хоть какой-то работает, мы все-таки думаю, к этим запретам должны подходить более тема отдельная программа. Вот смотрите, господа, у нас времени совсем мало остается. Давайте подытожим просто-напросто. Галия, подождите немножечко. Смотрите, вот мы сейчас тут критикуем, стоим, вот это все плохо, все очень плохо, что нужно делать. Давайте скажем, что нужно сделать, что у нас делает правительство для этого, например. Правительство сейчас по рекомендации президента вносит на рассмотрение бюджетный кодекс. налоговый кодекс, которые должны быть понятные, короткие, ясные и так далее. Как это поможет в борьбе с бедностью? Ну, если будет бюджет, не будет неэффективно тратиться бюджет, конечно, деньги будут оставаться для того, чтобы их можно было дальше направлять на развитие, на перераспределение и так далее. Ну, а если все тратится... Ну, вот видите, каждый год повышаем, повышаем, но они не догоняют даже ту инфляцию. Но они не приходят к тому человеку, который находится вот внизу и не может вырваться из этого круга. Они приходят, потому что, извиняюсь, что перебиваю, потому что у нас, говорят, на социальные расходы идут 3,5 триллиона тенге. При этом, если мы посмотрим на проект бюджета следующего года, который был внесен, соответственно, у нас там большие расходы, если по статьям, опять-таки, 2,6 триллиона, это так называемый военный бюджет, то есть это чистый, так сказать, расход будет, который не даст экономически добавленной стоимости. 2,8 триллиона это бюджет на поддержание бизнеса, то есть субсидии и другие экономические меры стимулирования, о которых президент высказал, что фактически он оказывается в конечном итоге у банка второго уровня, который работает как финансовый пылесос. И третий пункт, который абсолютно не нужен, это так называемое содержание долга, то есть это выплаты по текущим процентам, это 3 триллиона. То есть вы представьте, мы задолжать успели кому-то столько денег, что ежегодно должны выплачивать по 3 триллиона, при этом поддержание всей социальной системы обеспечения населения тратим 3,5 триллиона. Кирине Владимировне вопрос, то есть опять же бюджет же к вам зайдет, то есть вы будете обсуждать то есть что-то можете там подкоррелировать, корректировать. Безусловно, мы в свое время голосовали против назначения правительства, однако большинство проголосовало за, и мы имеем то, что имеем. Безусловно, там будут серьезные разговоры, но чем они закончатся неизвестно. Мы сейчас, вот народная партия, подали, например, подали такую, не идею, а мы ее уже подали, как законопроект сейчас разрабатываем, о ратификации, рекомендации МОД, по тому, как должна формироваться минимальная заработная плата, чтобы не в ручном режиме, когда вот так вот, то врачам, потом забыли фельдшерам, потом забыли там лесникам, потом оказывается лесничие есть, кроме лесников, там да, и так далее. И вот оно постоянно, вот эта свистопляска, оно должно быть совершенно иначе, есть этому тоже методика, и это нужно делать, и не нужно называть нам вот такая цифра, там 500 миллиардов, дали на повышение пособий, но если это пособие 50 тысяч на человека с инвалидностью, который, как он вообще проживет на них, оказывается, его должны содержать его родственники, а если они не хотят, ну он сам должен себя содержать, ну тогда даже 20 процентов ему повысят, это что будет? 60 тысяч, ну и что? Кстати, налоговый кодекс уже зашел? Сколько строится? Нет, они будут завтра еще обсуждать, по налоговому кодексу. Знаете, у нас налоговый кодекс, я как-то смотрел наш налоговый кодекс, 480 страниц формата А4, налоговый кодекс Германии, 170 страниц формата А5, прошурка, он простой, понятный, при том, что это сложная, многоплановая экономика, да, и наша достаточно простая экономика, и у нас такой толстый, непонятный налоговый кодекс, и в итоге нам нужно создавать условия для бизнеса, в первую очередь, нам нужно делать так, чтобы бизнес открывался, чтобы как можно было больше предпринимателей, которые будут как раз-таки нанимать людей. А у нас бизнес похается, и никто ему не помогает. И вот переходить от субсидий лучше к снижению налоговой нагрузки на бизнес. Совершенно верно, и к возможности получения субсидий. Субсидии абсолютно непрозрачны, куда они деваются, завтра будут рассматривать, учтите. Все, большое спасибо, время у нас вышло, к сожалению. На этом все.